отлично раз два бачату записался или это сальса какая бачата это сухой лист рабона катя и отрабатываю удары вот поэтому вы девочки не можете отличить футбол от танцев поэтому не разбираетесь в этом прекрасном виде спорта ну что такое понятно все с тобой доброго утра губерния как вы уже поняли сегодня будем говорить о футболе тем более сегодня всемирный день этой игры конечно же мы будем выстраивать тактические схемы разбираться в правилах и играть вместе с вами сегодня будем мы самый красивый болельщик на губернском телевидении катя перка и бомбардир сашка андрей это точно на прошлой неделе забил такой красивый гол практически как черышев на чемпионате мира по футбол 2018 году не крутое время было только жалко мне ни одного билета не досталось да ну помимо матчей там можно было и на болельщиков посмотреть из разных стран да и много было действительно крутых событий такая рубрика ностальгии сейчас обращаемся к жителям губернии что они запомнили самого яркого с этого праздника так как я стояла в толпе и мне очень задавили я был в этом момент в москве и мне конечно понравилось что люди которые приехали со всех стран и они вели себя свобода мне понравилась вот эта возможность людям выражать свои эмоции чувство открыто ой ну я не интересуюсь футболом спортом ну для меня это преображение города это было реально какое-то состояние праздника в течение месяца и был очень какой-то такое состояние что мочи какие-то культурно цилизованные это был какой-то такой праздник правда помешает ну я думаю победа на сборной испании первое сезон на шестер 5-0 ну и и ой на сборной испании на сборной судовской аравии и на сборной испании победа которая была вот такая тяжелая когда там уже на последний ну все помнят наверное я не интересуюсь футболом столпа народа продолжаем нашу программу нас гостях ольга симонова наш эксперт имидж стилиста доброе утро доброе утро оль за какую команду болеешь я болею за команду самых сильных действительно ну спортивный стиль сегодня сама тема намекает нам на то что нужно поговорить о спорте насколько он в моде уместен актуален и что мы можем вот такое интересненькое подобрать спорт самое популярное направление в последнее время и во всем мире в моде я имею ввиду и в россии то есть с точки зрения стилистики если вы хотите быть модным то можно быть спортивным и этого достаточно основное почему это произошло причина в том что мы все хотим жить долго мы понимаем что долго жить это значит быть в хорошей физической форме значит прямо сейчас нам всем нужно заняться спортом а после как занялись этим продемонстрировать результаты окружающих поэтому спортивная одежда по сути имеет две ключевые функции я имею ввиду именно стилистику не для занятий спортом а стилистику это показать уже даже не нажитое непосильным трудом да а приобретенная тренировками в зале или какими-то другими а второе это удобная одежда который не стесняет движения для того чтобы мы были такие динамичные и классные крутые и это здорово работает как для женской моды так и для мужской моды представляете какие радости мужскую моду мы помним еще со времен 90-х когда у каждого пацана во дворе был красивый спортивный костюм олимпийка олимпийка которая просто сейчас по сути переименовалась да мы можем называть ее свитшот можем называть ее худи можно называть ее толстовкой а ну по своей структуре ничего у нас далеко от 90-х не ушло потому что это спортивная кофта у которой есть обычно молнии есть карман или его нет она выполнена из удобного трикотажа если мы говорим про зиму то это флисовая подстежка какая-то у нее до подшерсток внутренней если мы говорим про тех кто не мерзнет или по улицам в этом не ходит то соответственно отсутствует и что я хочу сказать этот стиль полюбили все стиль полюбили молодые мамы потому что у тебя ребенок ты с ним все время активно и иногда нет времени задумываться про красоту про сочетабельность какой-то взял костюм если он симпатичную это здорово стиль полюбили бизнес люди да это и мужчины и барышни почему потому что можно органично спортивные элементы замиксовать с костюмом бизнес полюбили молодые барышни даже иногда излишне ходят так на свидание пожалуй это тот случай когда бы я посоветовала быть осторожнее и все же опять таки смотря что надето до 1 делать джоггеры это спортивные брюки на резинке на манжете внизу которые нашей стране трепетно называются трениками это одна история другое дело когда велосипедки укороченные до такие облегающие брючки на которые сверху например вверху костюма есть футболка и жакет тогда это смотрится очень модно и очень круто очень современно и что еще важно помнить про спортивный стиль что все-таки если носить велосипедки и что-то подобное то предполагается культура тела что мы показываем и нам есть что показать а если мы надеваем что-то удобное то тут гораздо больше вариантов может быть мы только еще на пути к тому чтобы построить красивую фигуру отлично вариативности мы поговорим чуть позже сейчас хотелось бы услышать наших синоптиков которые уверен вдохновят нас своим прогнозом мы достанем велосипедки и выйдем погулять них в четверг в самарской области синоптики обещают переменную облачность днем минус 9 минус 14 градусов ночью в некоторых районах опустятся до минус 20 25 скорость северо-восточного ветра составит 3 8 метров в секунду местами на дорогу гололедится на севере и западе минус 12 минус 17 на востоке и юге минус 15 минус 18 погода в самаре ожидается ясная и холодная днем 10-15 градусов мороза ночью воздух остынет до минус 17 атмосферное давление выше нормы 769 миллиметров ртутного столба влажность воздуха высокая 90 процентов сейчас разберем несколько вариантов уместного сочетания сочетания спортивной одежды в нашем повседневном стиле кто знает может быть даже и на вечеринку какой-нибудь можно надеть белые кеды да конечно же давайте сначала пойдем от одежды то есть обычно все же логика построения образа у нас такова что мы задумываемся от какого-то определенного предмета одежды плясать от какого мы сегодня про спорт поэтому мы будем плясать от худи то есть собирать комплекс худи самое типичное решение в гардеробах чаще всего это внизу что может быть джинс конечно джинсы правильно второй вариант это какой с чем он ушло вместе в комплекте это обычно как раз джоггеры которых мы упоминали соответственно мы берем этот комплект или наше стандартное комбинирование и разбиваем данном случае оставили худи худи тепленький ведь это зимняя версия у него как раз для зимы я конечно советую взять его который будет вас согревать вариант и дальше внизу мы берем юбку казалось бы какой-то должен быть до принцип по которому мы сюда включаем юбку первый принцип это стилевое единство но здесь его нет правда юбка нежная шелковистая а худи у нас спортивная поэтому мы идем с вами из цветового объединения ведущий у нас подкованные не первый сезон смотрят советы стилиста и понимает что мы можем по нейтральным оттенкам у нас есть белый и черный как раз подобрать сюда какой-то низ то есть нам бы подошла белая юбка черная юбка но здесь мы делаем хитрость у нас есть рисунок и любой цвет из этого рисунка по сути может быть повторен в юбке поэтому образ строится на контрасте контраст самое желаемое в образе тех кто хочет быть необычным и дальше вопрос в аксессуарах первое это конечно же обувь то есть когда мы с вами берем обувь желательно взять сюда спортивную и усилить спортивный вектор это и удобно и комфортно и работает эффектно но в принципе мы сюда можем взять и сапоги и тогда мы будем их дружить с юбкой комбинировать дальше вопрос что у нас сумкой традиционно что берется к образу спортивному как вам кажется из рюкзачок да из сумки все правильный рюкзак мы его сюда можем взять это ожидаемое решение и в то же время мы сюда можем опять-таки поддержать сумку взять какой-то ой сумку юбку взять по похожему принту и добавить немножко люкса в образ и есть такое специальное направление у него есть название до кэжу люкс то есть когда образ повседневный но в нем присутствует какая-то яркость необычность эффектность как раз построены часто на контрасте потрясающе достаточно смелый образ но я уверен что наши телезрители которые активно слушают внимательно все советы ольги симоновой могут себе позволить и такие эксперименты в том числе спасибо большое ольфе как всегда очень интересно актуально и модно ну а мы переходим от модных трендов музыкальным сашу байдач на доброе утро друзья в эфире рубрика как по нотам и сегодня я хочу рассказать вам о дайсоке и ноэ этот человек не был политиком писателем или крупным промышленником он просто изобрел караоке дайсоке и ноэ родился в 1940 году маленьком японском городке 28 лет чтобы заработать денег начал играть на клавишах закусочных где японцы любили петь под живой аккомпанемент однажды к музыканту подошел президент небольшой компании попросил об услуге он объяснил что ему предстоят деловые переговоры в другом городе которые по принятой традиции закончится в баре пением под музыку его пожелание воплотилась в виде катушки с магнитофонной лентой записанным аккомпанементом а спустя несколько дней бизнесмен в восторге вернулся с просьбой записать еще несколько песен музыканту дайсоке пришла голову идея аппарата который позволял бы играть музыкальное сопровождение для вокала он обратился в компанию дэнко которая по его заказу собрала несколько машин джук 8 состоящих из микрофона усилителя восьмидорожечного магнитофона и монета приемника на рынке музыкальная машина предназначенная для баров появилась в 1971 году и постепенно завоевала симпании симпатии посетителей музыкант не стал патентовать свое изобретение потому что не верил в его успех с другой стороны именно это и послужило причиной его широчайшего распространения 2004 году дайсоке и ноа получил и гнобелевскую премию мира с формулировкой за изобретение совершенно нового способа для людей научиться быть терпимыми друг другу на этом у меня все дорогие друзья пойте в караоке хорошо слушайте отличную музыку а мы с вами увидимся на следующей неделе пока продолжаем нашу программу нас гостях сергей марушка председатель самарской городской федерации футбола доброе утро доброе чем сейчас занимается федерация зима федерация активно занимается развитием футбола на сегодняшний момент мы проводим зимний фестиваль 6 возрастов играет на первенство города ну и конечно же мини-футбол мини-футбол стартовал две недели назад уже сыграли два тура мы играем по субботам в зале у нас две группы супер лига и премьер лига супер лиги играет 9 команд высшей лиги играет 8 команд почему мини-футбол популярен или активен но наверное в первую очередь сегодня очень много построили фоков очень много площадок небольших 40 на 20 которые как раз и подразумевает играть мини-футбол поэтому это здорово что у нас он популярен него играют и я надеюсь что еще больше появится команд просто это правда необъяснимая популярность я человек который раз в неделю собирается поиграть с ребятами очень сложно забронировать площадку все же расписаны и все играют начиная от маленького возраста заканчивая ветеранами которые после работ собирается мужиками я гиги я думаю та позиция которая занята сегодня и правительством самарской области и министерством спорта это строительство площадок мини-футбольных это как раз вот и дает повод играть в мини-футбол это социальная тема это здоровый образ жизни и я считаю что это здорово но действительно история которая плачает и дает возможность развиваться кстати происходит же обучение арбитров с арбитрами у нас такая интересная история в футболе в принципе иногда бывают скандалы случаются как у нас происходит этот процесс очень не у нас тоже бывают скандалы мы мы обслуживаем матчи футбольные обучение проходит по четвергам начиная с ноября месяца и заканчиваем это в марте обучение проводит городская областная федерация футбола в 7 часов на стадионе металлург в первом корпусе вы выделена аудитория где новички проходят как бы курс молодого бойца так сказать да то есть они начинают получать обучение по правилам начиная с 1 по 17 наши преподаватели те ребята которые сегодня действующие арбитры те которые сегодня работают инспекторами бывшие арбитры я я так скажу что обучение проходит активно много новичков не все правда потом остаются в судействе а приходят вообще просто люди которые там не занимались даже футбол конечно конечно мы конечно мы делаем выбор и уклон на тех которые играли потому что им немножко легче пройти эти все ступени и понимать где ты находишься есть конечно ребята которые просто пришли они увидели это объявление решили себя попробовать но им тяжело потому что там помимо практики точнее помимо теории нужна еще и практика точнее надо сдавать тесты по физподготовке 2-х физуха да если ты просто сидишь у компьютера и решил решил для себя что ты будешь арбитром это не получится так вам скажу что арбитр во время матча пробегает около 12 километров то есть они должны быть такие же как и футболисты атлеты физически подготовленными и должны быть готовы к проведению матча 90 минут сделаем небольшой перерыв у нас на поле появляется максим полагнюк почему-то со шпагой в руке опасно боевое спортивное артистическое историческое сценическая и это еще далеко не весь список того каким может быть фехтование самаре же с недавних пор появился еще один молодой но весьма интересный вид подобного единоборства фехтование тембарная здесь используются мечи они называются тембары то есть безопасный меч он безопасен на 80 90 процентов потому что даже этим мягким мечом можно нанести определенные травмы здесь на площадке обучается именно фехтованию то есть нескольким видом мы делаем отсылки на тренировки и на восточное фехтование и на историческое есть даже двуручные по хима допустим таким дисциплинам даже щит меч два клинка и тогда ли то подобное скажу честно на первый взгляд со стороны движения борцов кажутся хаотичными а сам поединок каким-то непонятным но это потому что и в реальной жизни скорость сражения может достигать колоссальных пределов да и длилось бы она с реальным оружием что называется до первого попадания которое может произойти за первые же секунды боя здесь же пропустив даже несколько ударов подряд дуэль можно продолжать и только в замедленных съемки или действий ты начинаешь видеть и понимать все те выпады приемы и контратаки которыми пользуются соперники в большинстве случаев кто приходит на площадку поначалу для них это фан им нравится им интересно побиться представить себя как персонажем какой-то книги там властелин колец или джедая потом потихоньку они видят что они растут то есть они учат приема они могут подаливать других противников даже тех кто уже вырос и потом у нас проводятся соревнования межклубные иной раз мы ездим на соревнования по дисциплине смб спорт меч тоже очень интересно а там уже во множественных номинаций каждый ученик может проявить себя ну а чтобы себя проявить тебе понадобится знание на зубов фехтовальных приемов скорость молниеносная реакция выносливость и конечно же сила фехтование учат в первую очередь координации движений то есть если у человека даже были какие-то проблемы это как за не начать заниматься танцами танцы и фехтование очень тесно соприкасаются потому что твои движения рук и ног должны быть одновременными или в разными чтобы запутать противника также это учит реакции скорости выносливости в определенном смысле но и силе тоже фехтованием я занимаюсь уже больше 10-15 лет я начал заниматься фехтованием ну не тимбардом естественно это были сначала черенки от лопаты деревянные потом уже мечи стальные потом немножко травмировался но это уже другим спортом связано а потом я переехал самару 2012 году увидел как какая-то группа людей бьется вроде фехтование вроде нет на мягких мячах прикольно так познакомился с ребятами я понял что здесь тоже очень много и интересного но неплохо для первого раза это действительно очень прикольно очень необычное ощущение чувствуешь себя реально персонажем какой-то компьютерной игры или фильма очень интересно всем советую попробовать максим плагнюк андрей ардеев утро губернии продолжаем наше общение очень интересная тема женский футбол у нас самаре он тоже существует сергей расскажите пожалуйста как чувствует себя команды какие вообще ждут ее перемены перспективы но у нас есть две команды женского футбола они находятся в отделении академии крылья советов в этом году они уже стартовали в первом дивизионе я на самом деле хорошо удивлен что очень много девочек приходит заниматься футболом и я думаю что команда ближайшее время у нас появится профессиональная прекрасно с командой работает галя комарова бывший игрок команды цска ввс чемпион страны поэтому надеюсь что в будущем у нас появится женская команда плюс набор каждый год происходит для малышей так что должна быть выстроена система подготовки женского футбола в девять в девять в десять лет сегодня мы зачисляем с девяти лет мальчишек и девочек в академии в целом перспективы хорошие в принципе в развитии женского футбола потому что это вопрос такой международного значения и потихонечку с каждым годом интереса да вы знаете мы когда они зашли в академию то есть получили всю инфраструктуру получили именно тренировочный процесс футбольные поля где можно сегодня реально заниматься да у нас в академии крылья советов хорошая инфраструктура у нас три поля у нас две площадки мини футбольных у нас два зала то есть у нас есть где сегодня заниматься и это очень важно потому что когда ты занимаешься где-то там на пустыре и когда ты занимаешься в хороших условиях и когда ты играешь в престижных соревнованиях тогда ты будешь развиваться что что и происходит не только с девочками это происходит и с детскими командами только сопротивление хорошее на уровне соревнований позволит развиваться поэтому мы и стараемся играть в топовых соревнованиях тогда будет развитие к сожалению если брать в принципе в общем женский футбол аудитория болельщиков не такая значительная как в мужском вот как бы активизировать этот интерес и привлечь побольше внимания к женскому футбол я думаю что внимание будет привлечено когда команда официально будет играть на первенство россии сегодня они играют на область они играют в коммерческих турнирах вот был турнир по первому дивизиону учитывая сегодняшнее время до пандемию сделали это кустом нижнем новгороде было там девять команд они играли а на самом деле подразумевается как обычный чемпионат с разъездами игра на дома на выезде дома на выезде поэтому я надеюсь что пандемия уйдет и все нормализуется и мы будем ходить также дома на игры женской команды на игры молодежного нашего чемпионата среди уже юношей я надеюсь что все пройдет да уверен в этом сергей спасибо большое продолжаем нашу программу вернемся в студию совсем скоро в эфире новости губернии в студии татьяна потоцкая доброе утро безопасное вождение или будущее уже наступило в самаре губернатор провел совещание по проекту умная дорога разработка самарской компании была протестирована на московском шоссе и показала высокие результаты специальный блок установленный в машине сигнализирует водителю о потенциальной опасности например о пешеходе открытом люке дорожной технике резком торможении впереди идущего авто причем делает он это вне зависимости от погоды видимости и времени суток для обработки анализа и передачи информации системе нужны доли секунды самарская область единственная где есть условия для внедрения проекта за счет бизнесменов проложено более 1200 километров инфраструктуры это почти все дороги губернии разработка пользовалась большой популярностью на международной выставке транспортная неделя там и был достигнут ряд принципиальных договоренностей в частности дмитрий азаров предложил компании наладить производство устройств в парке жигулевская долина про возможности вы рассказали сколько стоит эта аппаратура на сегодняшний момент если ее поставить на рядовой автомобиль сколько стоимость сколько монтаж на сегодняшний момент для пилотной зоны были закуплены штучные соответственно приборы штучная закупка за граница она конечно дорогая поэтому мы и планируем организовать производство этих устройств в тольятти по нашей предварительной оценке при объеме там порядка даже 10 тысяч штук а это очень маленькое количество для автомобильного транспорта стоимость соответствующего устройства будет от 7 до 3 тысяч рублей по итогам совещания были даны поручения по содействию проекту разработка поможет обеспечить безопасность жителей региона сейчас компания занимается устройством системы на трассе самара тольятти спортивный зал на месте бывшего бара в поселке сургут сергиевского района открыли новую площадку для занятий боксом организаторы уверяют тренировки будут бесплатными ведь главная цель приобщить как можно больше молодежи к активному образу жизни зал оборудовали сжатые сроки активистам помогали волонтеры и меценаты один из идеальных вдохновителей проекта илья беседин участник федерального конкурса управленцев лидера россии и молодежного кадрового резерва самарской области представьте сам прецедент когда на месте бара на месте кафе открывается спортивный зал это основательный шаг на пути к здоровью нации к моральному и физическому это классно это здорово к работе подключилась некоммерческая организация я расту со спортом она уже становилась победителем конкурса фонда президентских грантов и открывает бесплатные спортивные залы в разных уголках страны есть наш благотворительный фонд который помогает здесь спортивным инвентарем который в дальнейшем будет помогать ребятам где-то выезжать на соревнования где-то покупать экипировку но это конечно очень крутое событие эмоции буквально переполняет потому что ну до этого у нас был достаточно скудный зал и сейчас появилось оборудование я думаю то что это поспособствует в дальнейшем чтобы к нам новые и новые ребята все время приходили портал сова инфо вошел в тройку самых цитируемых сми самарской области рейтинг составила медиалогия на основе данных за третий квартал 2020 эксперты дали сайту 62,74 пункта это один из лучших показателей газета волжской коммуны и канал губерния входящие в самарское областное вещательное агентство сохранили свои позиции в топ-20 рейтинга таким образом суммарно все издания самарского областного вещательного агентства делают холдинг лидером по показателям цитируемости в регионе отмечу что это один из важнейших показателей качества сми чем он выше тем более востребована информация журналистов издания с начала года сайт сова инфо улучшил собственные показатели почти в 10 раз больше информации на нашем сайте сова инфо а у меня пока на этом все увидимся доброе утро губерния студии по прежнему кати перка и саш кондратьев и мы отмечаем всемирный день футбола ура совсем недавно стали известны участники отборочных групп на чемпионат мира по футбол 2020 россии придется соревноваться за выход на престижный турнир с хорватией словаки и словении кипром и мальтой нелегкая группа учитывая что только одно место гарантирует выход на идеаль да только первое место и верь в наших ребят кстати впервые хозяйка чемпионата мира по футболу будет страна с абсолютной монархии соревнования пройдут в катарской пустыне да еще и зимой ради чемпионата мира в катаре строят целый город луса или будут жить полмиллиона человек а на стадионе этого города пройдет открытие чемпионата столица катар дохо станет первым в футбольной истории населенным пунктом где футбольные игры будут проходить сразу на шести стадионах чудеса в общем ждем чемпионата и конечно же болеем за наших вспоминая чемпионат мира 2018 так как я стояла в толпе меч не задавили я был в этом момент москве и мне конечно понравилось люди которые приехали со всех стран и они вели себя свобода мне понравилась вот эта возможность людям выражать свои эмоции чувство открытое ну я не интересуюсь футболом спортом ну для меня это преображение города это было реально какое-то состояние праздника в течение месяца и был очень какой-то такое состояние что мочи какие-то культурно цилизованные это был какой-то такой праздник правда ну я думаю победа на сборной испании первое сезон на шестер 5-0 ну и и ой на сборной испании на сборной садовской аравии и на сборной испании победа которая была вот такая тяжелая когда там уже на последний ну все помнят наверно я не интересуюсь футболом столпа народа продолжаем наш футбольный матч у нас в гостях настоящие болельщики сергей фидюнин александр писанов оле оле доброе утро доброе утро крылья советов конечно болеем за крылья советов если кто забыл к сожалению фанель сейчас ведем борьбу в лучшей лиги мира некоторые утверждают и надеемся что все сложится и наш родной клуб мы снова увидим в рпл высшем дивизионе а пока хотелось бы узнать как там на полях ведутся сражения сражения ведутся бои порой бывают кровавые но к сожалению проигрываем прямым конкурентом и сейчас второе место это следствие того то что нужно брать очки нужно брать очки в серьезных и важных для нас матчах чего мы к сожалению не делаем тем более с прямыми конкурентами но слава богу пока второе место гарантирует прямое попадание высший дивизион если мы займем по итогам турнира третье или четвертое место выходим в стыки а там ой 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 непонятно как на стыке это рулетка как всегда поэтому для нашей команды складывается все это непредсказуемо как сейчас крылья советов поживают по моему в отпуск они ну да они сейчас в отпуске находятся отыграли был конечно чемпионат у нас очень жесткий и режим у них каждый на третий счета играли на 4 и конечно и перелеты жена и перелеты там очень сложные фн или как последняя игра прошла ну последняя игра разгромная победа другого теперь не ожидаем поэтому очки нужны в каждом матче тем более учитывая что верхней части таблицы очень плотная борьба идет там разбег идет 1 2 1 2 очка поэтому нужно брать кто у нас из конкурентов сейчас нижний новгород получается нижний новгород торпеда 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 оренбург очень интересная история старпеда как у к ней относится вроде бы советский грант который снова поднимается вверх там много подводных же камней было поэтому сейчас очень хорошо то что команда такого уровня команда с историей бьется и претендует на место в нашем основном чемпионате в российской премьер-лиги очень интересно как сейчас происходит матч именно на стадионе в связи с пандемией многое поменялось расскажите как вы это внутренне переживаете ну конечно есть заменение не очень комфортно стало какие-то эти дистанции маски опять же насчет прохода конечно тоже сложновато хотя сейчас файнеры играем все равно проходимость не такая как и в рпл опять же никак на металлурге на нашем родном неужели конечно это история там атмосфера даже такая она какая-то не знаю вот мы не так давно приезжали туда до рисовали баннер на игру и вот ты заходишь к стадиону в чашу стадионы вот дух мурашки бегут на самом деле эти пунгу да да этого не хватает конечно сейчас но все придет со временем надеемся что вновь крылья советов обретут популярность среди болельщиков мы так понимаем после чемпионата мира было такое увеличение потоки шли на новый стадион сейчас к сожалению с тем что мы вылетели в ранг пониже в дивизион популярность немножко снизошла но уверен что с помощью таких болельщиков как вы интерес клуба снова возвратится и мы будем переживать массово за наш клуб сделаем небольшой перерыв продолжим наше общение с ребятами сейчас хотелось бы отдать пас нашему форварду юлии север давайте посмотрим за ее игрой наверное для каждого новый год ассоциируется с подарками презент для любимого человека близкой подруги коллеги и для себя любимой можно найти среди разнообразия органической косметики новинка этого сезона коллекция созданная на основе растительного молока самые полезные ингредиенты со всего мира для вашего иммунитета красоты и питания кожи и волос в каждой баночке свой секретный компонент кокосовый кефир миндальное рисовое молоко и семена чие хотелось бы из всей линейки отметить шампунь на основе кокосового кефира это ферментированный продукт пользуется большой популярностью среди поклонников органической косметики так содержит большое количество витаминов витамин а витамин е витамин c и b то есть он действует как пребиотика защищает каких-то негативных воздействий окружающей среды и плюс с останавливающим действием будет и тем отличный вариант новогоднего подарка готовые наборы в этих боксах собраны средства для домашнего спа ухода это спа программа который уникальный по своему составу здесь используются ингредиенты которые были собраны по методу дикорастущего сбора вайлд-харвестинг маски скрабы масла специалисты уже подобрали идеальное сочетание средств все что нужно вам это просто следовать программе несколько процедур и вы увидите как преобразится ваша кожа лосиное молоко на богат омега-3 омега-6 также большое количество белка кальция поэтому будет способствовать восстановлению кожи упругости также действует как антивозрастной уход не просто увлажняющим действием еще одна новинка это декоративная органическая косметика теперь новогодний мейкап будет еще краше это осисти крем для лица он идет на основе масла макадамии благодаря чему текстура хорошо будет распределяться он походит абсолютно для всех типов кожи далее такого праймер как основа под макияж со светоотражающими частицами идет и в таком формате корректор для области вокруг глаз на основе масла шли текстура хорошо будет распределяться скрывая какие-либо несовершенства кожи можно использовать как и в повседневной жизни так и перед предстоящими праздниками дополнить и вашу косметичку этими средствами и вы будете сиять в новогоднюю ночь юлия север роман опарин утро губерни спонсор рубрики сеть магазинов organic shop адрес самаре тц космопорт улица дебенко 30 2 галерея телефон 374 1860 продолжаем наше приятное общение с болельщиками футбольного клуба крылья советов за который мы тоже иногда переживаем сейчас поменьше но ждем выхода в фл и будем переживать побольше как вам кстати новый стадион не хватает конечно инфраструктура вокруг а так в целом по сравнению с другими аренами которые были открыты перед чемпионатами мира других городах намного поприятнее то что и контакт с полем поближе и в принципе подходы к стадиону все хорошо скользко зимой правда очень скользко инфраструктуру вокруг не хватает как будто на отшибе но я думаю что это тоже дело времени все застроится все поставится и будет полный комфорт и уют для болельщиков да уверен в этом кстати бывали на выездах я да я с 2012 года активно езжу на выездные матчи 84 выезда у меня сезон 15 16 я пробил золотой ну как это фанатском движении все домашние все выездные матчи дорого посетил а сейчас уже поскольку от работы получается вырваться то стараюсь не пропускать вообще ну слушай сергей это достижение настоящий нет ли градации какой-то у болельщиков как есть клуб бомбардиров кто забил больше ста голов кто совершил больше там нет у нас есть такие рейтинги да то есть люди считают считают кто сколько человек был на каком матче в каком городе даже считает километраж то есть сколько проехал километраж как как каким именно способом пробил выезд поэтому да но нас по моему 5 или 6 человек уже зашли за отметку 101 за отметку 200 есть есть когда стриме есть да самый захватывающий выездной матч выездной матч захватывающий наверное петербург 2015 когда мы 1 3 на петровском обыграли это вообще были эмоции после матча пели еще три дня что мы чемпионы но это был реально какой-то праздник и такого подобного матча даже не припомнил свою жизнь правда потрясающий матч саша ваш запоминающийся манину наверное 99 год был очень неплохой мы тогда выиграли 31 на металлурге спартака московского также но их много в принципе 2002 это еврокубки опять же 2005 еврокубки азе алкмар и тому подобное вот вилям 2 но есть такие вот матч вот запоминающийся очень который все там где-то самый гостеприимный город на выезде наверное на самом деле это петербург до петербург и атмосфера сопутствующие люди дружелюбные там как из другого мира как будто когда приезжаешь туда и встречают и отношения подобающие ну и там много фанатов жестко настроенных так ли это нет но в петербурге все опять же зависит от клуба кто приезжает в гости к самаре относятся очень хорошо все встречают уже буквально спирона куда кому пойти переночевать вообще с этим проблем не возникает особенно сейчас соседи все-таки есть также из городов списываемся там есть возможность пони переночевать опять же пишешь не проблема естественно человеку помогаем друг другу тоже как-то футболом увлекаются у вас или если бы они были туда конечно я сделал предложение своей девушке на металлурге на нашем родном в четырнадцатом году вот думал если сделать предложение своей девушке то именно по любому на футболе ну и так получилось что за предложение в четырнадцатом году своей супруги на металлурге это просто здорово потрясающая история очень романтичная как кстати мне кажется девушки они переживают за клуб более рьяно так ли это да мне кажется да потому что зачастую они более эмоциональные более подвержены какому-то такому воздействию даже коллективному при просмотре допустим какого-то матча то эти эмоции возникают поневоле человек потом сам не понимаю мне в принципе не интересно боже почему я кричала да 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 конечно хотелось бы устроить такую рубрику ностальгии чемпионат мира 2018 который проходил в самаре в том числе чем для вас он больше всего за запомнился можно выделить матч или события или встречу не знаю мне больше всего наверное запомнился тем то что ты был какой-то такой международный праздник и когда люди с разных концов мира приезжают в один город это какая-то непринужденность в общении то есть не было языковых барьеров не было социальных барьеров и вот наверное за счет знакомств то что какие-то старые друзья там у нас друзья из сербии приезжали нам и пять дней гуляли по городу экскурсии на природу ну то есть вообще очень классно именно общением компании это был настоящий праздник спасибо большое друзья я уверен что совсем скоро отдых закончится и мы вновь будем переживать закрыли советов надеемся что в следующем году мы встретим их в рпл и будем переживать за них уже там продолжаем наше общение и от стеночка забегания на поле переходим к рисованию цветных линий на воде а техники эбру расскажет марина барков и так как это ваш самый первый рисунок в этой технике возьмите сейчас палочку поводите по листочку загадать свое самое заветное желание так просто по мановению деревянной палочки рождается полотно в технике эбру облака и ветер плавающие краски бумага с облаками так по разному называют это искусство мастера декоративно прикладного творчества руководители и специалисты культурно-досуговых учреждений самарской области осваивают новую технику судя по количеству участников мастер-класса интерес эбру вызывает отменный в нашем городе этот вид изобразительного искусства появился относительно недавно 7 лет назад эбру привезла елена майорова техника она расслабляет то есть она такая достаточно мелодичная и вся техника построена на достаточно плавных линиях рисунок создается на специальной жидкой основе напоминающий кисель краски на основе акрила кстати созданные в институте новых технологий в москве техника эбру древнейшая восточная но благодаря разработкам российских химиков стало доступно и простым россиянам ну какое-то волшебство творится своими руками восторг просто детский очень нравится у вас получается да мне так и нравится восторг просто с первого раза получилось думаю да здесь как правильно сказали нет особых правил а здесь есть творчество полет фантазии поэтому не получиться не может я планирую познакомить работников культуры а работники культуры уже муниципального района познакомят детей с этой техникой опытные педагоги учатся договариваться с водой знакомиться с характером красок осваивают простые приемы впервые на жидком холсте рождается шедевр поражающей необычностью узоров рисунок можно перенести на бумагу деревянную поверхность или ткань попробовав однажды хочется прикоснуться к этой магии снова и снова эбру хороша тем что результаты можно получить уже с первого раза в арт-терапии психологи используют эту технику рисования для диагностики обратите внимание то есть опять-таки по подбору цветов да у участников сейчас она как бы ограниченный то есть палитра но на самом деле даже если участники выбирают одни и те же цвета то у кого-то он будет насыщенный рисунок очень очень яркий у второго он будет очень такой пастельный и приглушенный и как бы вот участник не стремился вот хочет вот такого взрыва и буйства красок как правило все равно рисунки остаются той же самой тональности эбру доступна для освоения и в домашних условиях мастер позволяет повысить уровень показывая многочисленные приемы управления водой за восьмичасовой семинар практику слушателям выдаются сертификаты областного методического центра а это значит что в самарских селах и поселениях скоро появится много юных ценителей и бру марина баркова владимир терентьев программа утро губернии на сегодня все наш утренний матч подошел концу с вами пенали мяч сашка андрать и катя пырка пока 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 так саша ты за какую команду ты болеешь за ливерпуль конечно ливерпуль а как же крылышки крылышки очень люблю особенно с острым соусом знаешь костюм ведущему предоставлен магазином мужской одежды бастон магазины бастон это достойный выбор каждого мужчины вас приятно порадуют доступные цены широкий выбор ассортимента индивидуальный подход каждому клиенту безупречный крой и комфортный силуэт вот основные отличительные особенности марки бастон магазины бастон находится в тц мега сити тц аврора и тк амбар